всем большой привет друзья сегодня хочу приготовить очень вкусные и красивые мясные розочки они готовятся очень легко и быстро для этого я сделала уже тесто тесто обыкновенная из муки муки соли и воды теплой если кто смотрел мои мои видео о том как я готовлю мясные лепешки лама джо то там все . тесто такое же и фарш точно такой ссылку на это видео я оставлю внизу под вот этим видео вы обязательно и у листа поделила на две равные части одну часть вот убрала в мешочек и пока оставлю в сторонке буду работать пока с одной частью буду делать очень тонкий липе тонко-тонко буду раскатывать то есть большую лепешку делать буду из одного колобка значит нужно раскатать максимально тонком то есть стараемся делать большую лепешку как стараюсь раскатать так чтобы лепешка растянулась в длину вот таким образом мне тут такая длинная лепешечка получилось но она узкая то есть вот в в общем самое главное чтобы она была длинная ну и вот максимально тонко раскатываем эту лепешку и будем наносить фарш фарш наносим тонким слоем то есть если у нас образуется здесь сок фарша мы хорошенько вот так взбалтываем перемешиваем точнее и наносим ложечкой тонко-тонко если кто хочет вы можете делать это вручную то есть руками вот так так тоже можно ничего страшного руки у нас чистые действительно руками намного быстрее намного проще получается выровнять фарш вот у меня все значит ровно все тонким слоем теперь кстати фарш хватило вот полностью на всю лепешку дальше теперь будем заворачивать рулетик аккуратненько берем вот с этой стороны и вот таким образом просто подгибаем на друг на друга то есть как вот обычный рулет делаем вот так и заворачиваем обязательно стол нужно будет обильно сыпать мукой потому что тесто может прилипнуть к столу таким образом так я не знаю вам видно или нет уж рулет ушел куда-то туда так и а сейчас самое интересное сейчас мы будем резать рулетик на маленькие кусочки так сейчас приближу сюда получается такая змейка большая длинная можно немного вот так вот еще больше и растянуть его так сейчас нужно постараться острым ножом врезать на такие небольшие кусочки смотрите если я порежу то я вижу уже слои как розочка да получается но она когда варится она еще красивее бывает что вы не обращайте внимание сейчас на то что не очень-то ровно самом деле после варки они получаются очень очень красивыми вот режем на такие кусочки и обязательно убираем морозильную камеру минут на 30 чтобы они там немного подмерзли так скажем и тогда будет очень удобно их варить не будут они разваливаться вообще будет очень хорошо варится я поднос присыпала мукой сейчас уберу в морозильную камеру и тем временем буду готовить соус где будут вариться наш берем такую среднюю луковицу и режем ее на мелкие кусочки берем глубокую кастрюлю с толстым дном желательно сюда я положила масло она уже разогрелась по моему ну в общем масло разогревается и мы сюда отправляем лук лук будем жарить до золотистого цвета лук пожарили он уже практически золотистый достаточно теперь я буду добавлять томатную пасту можно всякие различные пасты которые есть у вас дома можно лечо добавить если вы желаете 3 столовых ложек так вот у меня есть такой лечо с перчиками но перца не буду добавлять а еще я взяла вот такой вот соус итальянский желательно можете брать тоже он просто очень вкусный и придает как будто пикантность вот так вот выглядит тоже 2 столовые ложки перемешиваем сейчас добавляем кипяченую воду буквально немножко огонь нужно убавить на самый медленный надо ставить еще чуть-чуть соуса воды так сейчас я еще добавлю красный черный перец и немного подсолю затем буду отправлять наши розочки в этот соус я делаю на глаз по вкусу красный перец и хлопья хлопья хлопьями он сладкий не пугайтесь так как у нас уже и фарш и тесто соленый поэтому наши розочки слегка подмерзли но не так чтобы заморозились а чуть-чуть и сейчас я буду выкладывать прямо на солнце а а старайтесь чтобы полностью заполнить дно они обязательно должны покрыться соусом а я еще немного добавлю водички если нужно будет еще последняя розочка все поместили сейчас еще немного водички добавлю и они у нас должны вариться на медленном огне где-то минут 30 муж 35 все ждем вот друзья и мои розочки приготовились конечно не горячие я еще пока смогу попробовать но но я вас уверяю это очень-очень вкусно что я уже готовлю не раз и узнаю что это очень вкусно меня ждут мои гости я с вами попрощаюсь всем спасибо пока пока